Наводнение в Адаже с помощью лодок спасатели эвакуировали 9 человек, проживающих на улице Нур-Ни-Эку. Из-за скопления льда уровень воды в реке Гауя повысился и в Царникове. Репортаж Юлии Биты. Вызов на улицу Нур-Ни-Эку в Адаже спасатели получили в 8 утра. Гауя вышла из берегов и были сообщения о затопленной проезжей части. Но вскоре стало ясно – вода не остановится. Полиция самоуправления Адажского края еще вчера предупреждала местных жителей об опасном повышении уровня воды. Все надеялись на лучшее, но результат вы видите за моей спиной. Дома затоплены, а местные жители и их животные эвакуированы. Это Нил. Он живет здесь уже 5 лет. Его дом чуть выше по течению. Очень быстро, за 15-20, быстро поднялась вода. И да, ну сейчас мы, да, под водой. Не знаю, уровень где-то от 70 сантиметров до метра, ну нет, ну ладно, 80 может быть там. Дом высокий, первый этаж, поэтому в дом не попадет. Вода есть в погребе. И, ну, отключили электричество, чтобы, ну, точно, да, в безопасности, да. Его семья эвакуировалась сегодня утром. Сам пока дома, но на ночь тоже планирует остаться в гостинице. По словам Нила, то же самое было и в прошлом году. У нас было собрание, нам пообещали, ну, поднять дорогу. В итоге сделали там, не знаю, видно, не видно. Сделали, землю там подняли чуть-чуть, но видно, что в этом году не выдержало. Так что, да, да, собрание было, но результат такой же, как был в прошлом году. И как думаете, сколько это будет продолжаться? Я не знаю. В прошлом году мы за две недели справились. В этом году морозы обрешают, минус-минус 10, минус 11, но это, конечно, и для нас минус. Ну, надеюсь, за месяц, может быть, не знаю, трудно сказать. Как говорят в пожарно-спасательной службе, виноват ледяной затор на реке Гауя. Всего в поселке 20 домов, из них затопило 5. Спасатели эвакуировали 9 человек и двух домашних животных. Есть люди, чья территория затоплена, но дома нет, и они отказались от эвакуации, потому что они в безопасности. Жителям объяснили, что если уровень воды еще повысится, то всему поселку отключат электричество. Им объяснили, что должны быть заряжены телефоны, должна быть питьевая вода. Что может случиться, что все 20 домов отключат от электричества. Из-за этого может не быть и отопление, и воды. Но у них есть возможность через старую тропинку в лесу эвакуироваться пешком. Они сейчас пойдут в те дома, что подальше, которым ничего не угрожает. Возьмут подпись, что люди проинформированы об опасности и их не эвакуируют. Тех, кто согласился эвакуироваться, самоуправление разместило в гостинице. Пока их нет дома, за сохранностью их имущества следит полиция самоуправления. В распоряжении самоуправления не так уж и много средств, как повлиять на природные условия. Мы точно так же, как пострадавшие жители, молимся, чтобы несчастье прошло по возможности скорее. Наводнением жителей края не удивить. И, по словам исполнительного директора, местное строительное управление предупреждает об этом жителей, желающих купить тут жилье. В этом случае люди сами берут на себя ответственность. Большая часть из них полагается, наверное, пронесет или, может быть, убытки покроет страховка. Однако страховые компании очень осторожны в предоставлении своих услуг, особенно в случае, если услуга подразумевается территорией, которая подвержена потенциальному риску. И владелец знал об этом заблаговременно. На месте продолжает дежурить полиция самоуправления. Там говорят, хуже будет, если сейчас наступят заморозки. Это мы можем только через пару дней узнать, хуже или лучше, чем в прошлом году. Потому что вот тут как в бутылке это горло. Она сейчас оттуда вся пошла и тут застряла. Если она прорвет и пойдет дальше, тогда очень быстро эта вода пойдет обратно.